Привет! Как дела? Как вы уже поняли, диссертация на курсе MBA это самая важная часть учебы, самая важная часть для диплома. И сегодня я расскажу о том, как я начинала писать свою практическую часть и что должно входить в практическую часть диссертации по MBA. Диссертация в общей сложности состоит из трех частей, или четырех даже можно сказать. Первая это теоретическая часть, литературная ревью, то есть вся теория, которая на данный момент существует о той теме, о которой вы пишете. Вторая часть это методология, об этом я вам немножечко расскажу, то есть в основном это по какой методике пишется ваша диссертация. То есть вы делаете какой-либо опрос, это quantitative, количественный опрос, или qualitative, качественный опрос. Количественный опрос вы берете, допустим, для нашей диссертации нужно было опросить не менее 100 человек той группы, которая может быть заинтересована в вашем вопросе. То есть если, допустим, на примере моей диссертации по VR, виртуальной реальности в бизнесе, я должна была опросить 100 людей, которые когда-либо пользовались виртуальной реальностью в бизнесе, и узнать ответы на вопросы, специально составленные мной уже. То есть я должна составить некие вопросы, ответы на которые я ищу. Количественное интервью должно включать в себя людей, которых я опрашивала, их возраст, их, ну, допустим, занятость, кем они работают, их предпочтение в том или ином вопросе. В общем, я должна была создать некие вопросы, ответы на которые я ищу, именно по моей теме. Я же не люблю опрашивать людей, как бы мне сложно подходить к людям, у которых я что-то должна выпросить или узнать. Мне больше понравился качественный опрос, это опрос экспертов. С экспертами мне легче общаться, потому что мне эта тема интересна. То есть что будет дальше, как они видят это, какие прогнозы и какие успехи в том или ином бизнесе. Это мне было более интересно узнать, и вот поэтому я делала именно качественный опрос. То есть я написала 10 вопросов, которые привели бы меня к некоему ответу, как на данный момент виртуальная реальность, так как я писала про виртуальную реальность в бизнесе, действует на бизнес. Как она помогает, как она мешает. Какие рычаги управления, какая техника используется, технологии, инновации. В общем, всё, что новое, всё, что уже используется, мне было интересно узнать ответы от экспертов. Для того, чтобы написать эти вопросы, естественно, ты изучаешь литературное ревью. Методология — это отдельный, это как бы академический такой текст о том, по какой системе твоя диссертация выстраивается. Моя диссертация была от общего к частному, то есть я отталкивалась от виртуальной реальности и шла конкретно в разные бизнесы, где она используется и как она употребляется, и как она влияет на бизнес. Значит, литературное ревью, методология, практическая часть, то есть всё, что вы кого-то опросили и нашли, какие-то находки в той области, которой вы интересуетесь и о которой вы пишете, и выводы. Выводы вы уже делаете сами на основании той даты, той информации, которую вы получили от людей или от экспертов. Выстроила 10 вопросов, и для того, чтобы вот эти вопросы уже можно было начать спрашивать экспертов, которых мне, кстати, ещё надо было найти, об этом я в следующем ролике расскажу, как я их искала и что они мне отвечали, и как вообще проходил мой процесс практической части диссертации. А сегодня вот расскажу о том, как подготовить эту практическую часть, потому что я не имела права, британцы очень щепетильны на этот счёт, насчёт этики. Я должна была получить от университета этик аппрувмент, то есть подтверждение того, что моя диссертация будет написана с этическими нормами. Для того, чтобы получить этот этик аппрувмент, оказалось, я вообще не знала, что на это уйдёт очень много времени, у меня ушло полтора месяца. Полмесяца я писала документы для того, чтобы сдать эти документы на этик аппрувмент, на подтверждение этики моей диссертации. Это отдельная группа людей моего университета этим занимается, и она подтверждает или не подтверждает, и запрашивает ещё какие-то документы. Оказалось, мне надо было написать 6 документов, чтобы получить эту этику. Я-то думала, напишу диссертацию и сдам. Нет, чтобы написать диссертацию, надо ещё и получить этик аппрувмент. Для того, чтобы узнать, как делается этот этик аппрувмент, я пошла на наш веб-сайт нашего университета, зашла по указаниям, по инструкциям, то, что нам дали, как получить этот этик аппрувмент, зашла на страницу, где я должна была заполнить форму на подтверждение этой этики, и начала заполнять, кто я такая, мой номер студенческий, мой куратор, супервайзер, о чём моя тема, и вкратце надо было описать эту тему. Так как моя тема поменялась, вот только-только в феврале я получила результат по своей визуальной журналистике и поняла, что эта тема не пройдёт. Супервайзера только что получила, и мы как-то начали искать новую тему, мы решили, что это будет VR, виртуальная реальность, и я только начала писать литературное ревью. А там в эту форму надо было прикрепить литературное ревью, которое я уже писала в предыдущем семестре, но которое я решила бросить, не писать больше. И помимо этого ещё несколько документов, то есть одна страница вопросов, которые я буду задавать людям, для того, чтобы эти вопросы были этичны, то есть никого не обижали, никого не оскорбляли, это должна была проверить вот эта вот группа по этике. Потом я должна была составить participant information, то есть некий такой документ на одну-две страницы, в который я описываю, для чего я делаю эту диссертацию, куда эта информация пойдёт, и как она будет использоваться, и где она будет применяться, и о чём вообще я буду спрашивать вот этого вот человека, которого я буду опрашивать. Помимо этого, data management, то есть некий такой документ, где я должна описать, как эта информация, которую он мне даст, будет использоваться, где она будет применяться, как будет храниться, и кто получит доступ к этой информации. Это очень серьёзная тема в Великобритании. Недавно они приняли закон GDPR, General Data Protection Regulation, то есть о том, как защитить информацию данную каким-либо частным лицом, ну, в общем, о защите информации, особенно личной частной информации, то есть имя, фамилия, паспортные данные, личные какие-то персональные данные, теперь в Европе, в еврозоне должны храниться в каком-то определённой форме, не распространяться нигде, то есть это запрещено передавать чужие личные данные, если ты собирал это для своей компании, где человек поставил галочку, что он согласен с тем, что он даёт тебе персональные данные, но эти персональные данные ты не должен передавать кому-либо ещё, третьим лицам или другим компаниям. У нас до сих пор это происходит, может быть, когда-нибудь и у нас такой закон примут. И вот поэтому этика в университете – очень важный этап для того, чтобы защитить диссертацию, потому что мы получаем некую персональную информацию от людей, где они работают, от экспертов, которых я опрашивала, я знала, где они работают, я знала их имена. Я эту информацию не могу распространять где-либо, поэтому имён экспертов и их должностей, и компании, вы не узнаете от меня, кто давал мне такие вот ответы. В общем, я не имею права давать такой информации вам или кому-либо ещё, поэтому все свои данные я храню только у себя, но хранить я написала, что я буду хранить не более пяти лет, потом эти данные я должна удалить. Также я написала, что эти данные будут видеть только мой супервайзер и мой университет, и больше никто. Помимо этого, я должна была приложить к форуме Consent Forum, то есть к форуму, где я пишу, для чего этот человек даёт мне интервью, с какой целью я задаю ему такие вопросы, и где эти вопросы и ответы будут использоваться. И мой интервьюер, мой эксперт должен подписать, что он согласен с условиями о том, что эта информация, что информация, которую он даст, будет использоваться именно вот в моей диссертации и больше нигде. И вот когда я отправила все эти документы, которые я, кстати, очень сложно собирала, даже мой курс-лидер не знал, как должен выглядеть этот документ, и через неделю только присылал мне некий формат, некий образец, по которому я писала. Это очень серьёзный этап в диссертации, и, к сожалению, люди не обращают на него внимания и думают, а эти капромат мне за неделю дадут. Нет, мне его за месяц только заапрувили, то есть подтвердили, и только через месяц, после того, как я все документы подготовила, отправила, я могла начать опрашивать своих экспертов. И это был уже апрель, а в мае, 3 мая уже сдавали, то есть всю практическую часть, а вся диссертация — это 15 тысяч слов, достаточно приличная. Вот у меня моя диссертация. Ну сколько тут страниц? 50 надо написать, как литературное ревью, так и практическую часть, и сделать анализ, и некие выводы, а также референсы, то есть содержание, откуда я брала эти данные. Очень было тяжело за один месяц написать 50 страниц на английском языке о теме, которая вот только начинает развиваться, инновационная такая тема. Было очень тяжело, а самое сложное было найти этих экспертов и получить от них какую-либо информацию. Об этом я расскажу в следующем ролике. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok